Привет, друзья мои! Сегодня я к вам со своим маленьким-маленьким хулиганством. Очень не захотелось, но очень не захотелось связать что-нибудь, ну что-нибудь веселое, что-нибудь яркое, что-нибудь такое, ну такое раз такое, но чтобы это еще было и полезно для, так сказать, для меня любимой. Вот такая вот жилетка, вот такая вот жилетка, вот такая вот жилетка. Жилетка связана из толстенькой достаточной ниточки, вот такой вот ализешный макси 100 грамм 100 метров. Почему из толстушки? Ну, захотелось. И потом у меня, что еще меня подвигло на вот это вот разноцветное баловство? У меня очень много накопилось остаточков из макси. Одно время я очень любила вязать из макси всякие разные маленькие и большие штучки, и у меня накопилось маленьких и больших клубочков, куда это все употребить. Сначала я хотела сделать, как многие делают, там блед какой-нибудь, подушки, там что-нибудь такое, но попались мне на глаза, и давно попались мне на глаза потрясающие фотографии девчонок, которые вяжут интарсии, шедевры, картины, просто картины. И мне захотелось. Ну, сказано, сделано. Что ж это такое интарсия? Интарсия, все вы, многие очень прекрасно это все знаете, это многоцветное вязание. Это не жаккард. Честно вам скажу, прямо откровенно каюсь, я не люблю вязать жаккард. Меня бесят протяжки. Я не вяжу ленивым жаккардом, потому что меня бесит вот это вот утолщение. Конечно, за многие-многие годы я вязала и жаккардом, я вязала и ленивым жаккардом, я вязала, естественно, и интарсией. Но все вот эти вот виды вязания я не вязала ими, ну, жаккард, ленивый жаккард, ну, лет, много лет. Интарсией последний раз я вязала еще 30, ну, больше 30 лет назад, это точно. И то это были не большие изделия, а подушки, пледы. Но тогда я понятия не имела, что это дело называется интарсия. Интернета не было, журналов путевых тоже особо не было. И это вот кто-то подсказал, кто-то научил, до чего-то дошли мы сами. В общем, это был такой вот опыт. Потом все это дело было заброшено, и интарсия, жаккард, ленивый жаккард. Я восторгаюсь, я преклоняюсь перед мастерицами и мастерами, которые это дело осиливают, у которых хватает терпения, силы воли. Вот это все связать, довязать, и чтобы это вот было потрясающе. Ну, мне захотелось побаловаться, выпендриться, что называется. Я решила сделать такую вот жилетку. Зачем? Изначально мне нужна такая жилетка. Почему? Лето, да, жарко, да, прям 28-27. Но мы в нашем Ленинградской области особо-то не избалованы такими погодами. И даже когда вот это стоит жара, не особо-то мы этому и рады, потому как это тяжело. Но бывает раннее утро, когда стоишь на остановочке и мерзнешь в платьишке или футболочке. И приходится на себя надевать какую-то куртку, какой-то свитер, что-то еще с собой брать. Днем будет жарко и тепло. Вечером опять прохладно. А если подует ветер у нас откуда-нибудь залива или сладоги, сладоги мне ближе, то я буду стоять и такая, ну, поэтому мне надо жилетка. В этой жилетке мне вообще будет по барабану. Я так буду стоять и не мерзнуть. Ну, это, так сказать, отступление. Почему из Макси? Почему из Макси? Вот эта жилетка связана практически вся из Макси. Основной цвет, основной цвет 203, джинсовый, да. Ну, и всякие разные там кусочки, которые вот остались. Считается, что интерсией нужно вязать, чтобы пряжа была вся однородная, одной толщины. Ну, да, соглашусь, оно выглядит тогда ровнее, ровнее и ровнее. Но я вязала и разные фактуры, и толщиной. Очень интересно смотрится гладкая пряжа и с вязыванием букле каких-то интересных. Вот здесь, значит, что здесь? Вот эта вот коричневая нитка, это Лизе Классик. Но она здесь на две нитки, чтобы по толщине подойти. Вот эта вот рыжая, это опять же Классик, вот этот Шафран. И вот эти вот, вот это вот, это мой любимый Париж. Почему? Ну, это ж у меня котамания, это ж у меня коты, поэтому здесь Париж. И я его еще, и, я его еще и начешу. Вот, со временем он будет у меня вообще такой меховой-меховой. Видите, как Париж начесывается? Потрясающе. И у меня тут будет такой вот меховой кот, меховой кот. Так, о чем не сказала? Вязала я, вязала я под, сверху, вязала регланом. Регланную линию я скосила очень сильно. Для чего? Для того, чтобы у меня вот это плечо было все-таки не длинное, как вот вяжу реглан, и у меня получается вот сразу рука в длине. Вот здесь мне важно было не уйти в длину. То есть, очень косая такая вот уходящая в плечо регланная линия. И сразу все, и закрыла. Пройма. Пройма достаточно длинная. Почему? Ну, во-первых, потому что Макси у меня сейчас вытянута. Я ее, вот изначально, эта жилетка, у меня не такая длинная. То есть, я ее сознательно вытянула сантиметров, наверное, на 10. Почему? Почему вытянула? Ну, мне хотелось посмотреть, как она будет в этой длине. Потому что в такой длине я редко вяжу себе какие-то вещи вообще. Ну, захотелось, ну, захотелось. Я точно знаю, что после второй, третьей, четвертой стирки эта жилетка немножко поднимется. Не вытянется еще больше, а поднимется. Потому что я буду ее выкладывать немножко в ширину. Вот, сейчас я застегнусь. Значит, я ее сделала на пуговицах, вот таких вот деревянных, шикарные пуговицы. Петли. Петли я не вывязывала специально классическим способом. Здесь я просто пропускала, потому что нитка-то толстая, пропускала одну петлю, две вместе и один накид. Вот, получилась такая вот петелька. Под эту, именно под эту пуговицу, мне это вполне-вполне достаточно. Петельку я вижу, вот я ее очучаю. И у меня прекрасно туда входит пуговица. То есть у меня получилось пять пуговиц. И вот так. Ну, это уж когда совсем задует. Когда задуют сильные ветра и будут сдувать меня с ног. Я вот так вот раз, я в домике. И все, и все. Вот раз, и я в домике. Вот почему с капюшоном? Ну, опять же, мне хотелось, ну, чего-нибудь, ну, чего-нибудь вот такого. И вот поэтому получился капюшон. Так, что не сказала? Пол пройму сказала. Вытянула специально, сказала. Вязала я сверху регланом. Вязала я семеркой. Начинала семеркой. В районе ниже талии, так скажем, ниже талии, я уже ушла на восьмерку. Почему? Я часто так делаю. Потому что сверху я не очень большая, а снизу гораздо побольше. А за эту зиму я стала еще побольше. Поэтому, чтобы не прибавлять петли, но и чтобы она у меня все-таки поширше стала, поширше, чтобы было комфортно, я ушла ниже талии в восьмерку, чтобы оно вот было побольше. Пуговицы. Пуговицами я очень довольна. Что касается вот этой моей катамании. На спине кот сидит спиной к окружающему миру. Ну, так задумано. Здесь вот этот вот кот, здесь он как бы выглядывает, но перепробовала разные варианты. Хотела этого кота сделать все-таки с мордочкой. Глазки носит, там усики, так вот и все. Перепробовала море вариантов. Ничего мне не понравилось. Решила пока оставить так. Ну, силуэт кота начесала. И еще начешу. Ну, и вот пока так. Потому что, ну, не нравится. Когда не нравится, осознание придет чуть позже. Ну, это что касается вот внешнего, так скажем, вида. Ну, и еще, естественно, я сделала разрезы, потому что такая длинная вещь, ходить будет неудобно. А с разрезом оно все-таки, ну, полегче шагать. И мы шагаем вперед, ну, вперед мы шагаем. Это что касается внешнего вида. Еще раз я вот так вот покручусь, повыпендриваюсь. Мне безумно нравится, мне очень нравится Макси. Она, несмотря на то, что здесь 75 акрила, казалось бы. Но акрил-то высокообъемный. И он с каждой стиркой будет все расходиться, расходиться, расходиться. Он будет еще пушистее. Длина, точно знаю, она уйдет немножко наверх. Не будет он такой длинный. И все будет вообще... Вот, вот так вот будет. Мне будет так уютно и тепло. Мне сейчас уже уютно и тепло. Казалось бы, большая вещь должна быть очень тяжелой. По сравнению с бабушкиной кофтой, которую я вам показывала, та пряжа... Я все-таки проперлась с той пряжей. Такую большую вещь нельзя было из нее вязать. Надо было из альпаки. Ну, ладно. Кофта носится, все отлично. Здесь Макси 100 грамм 100 метров. Казалось бы, должна быть тяжелой. Нет. Я взвесила. Получилось у меня 1,5 кг. У меня вот таких вот мотков, Макси, целых, ушло 7 штук целых. Ну, и были там еще остатки 6-7. Около 7. 6 было целых точно. Что касается остатков. Бог узнает, каких и сколько было. Тут даже я не скажу. В общем, весит 1,5 кг. Но это с пуговицами. Поэтому тут возможны варианты. Грубо килограмм. Килограмм, он ощущается очень легко. Ну, очень легко ощущается. Потому что вот это вот у меня хлопок на шелке, папирус. У меня ушло здесь 10 штук. Полкило. Ну, полкило просто на теле. Или килограмм, который вот еще, когда пола висят, он вот чувствуется вес. Ну, я не могу сказать, что мне некомфортно, мне замечательно. Мне чудненько. Я вообще довольна, как слон. Да, я ее... Ой, сколько раз я ее распускала. Ой, в готовом виде распускала 3 раза. Срезала полностью, распустила. Срезала полностью, распустила. Почему? Интарсия. Такая она вещь непростая. Она выглядит шикарно. Когда мастер подберет вот цвета, рисунок, вот все вот, ну, просто вот загляденье, смотришь и думаешь, как она это связала, как у нее хватило терпения. На мой взгляд, самое главное в интарсии, вот в этом разноцветном вязании, даже не толщина пряжи, даже не то, что вот эти разноцветные клубочки надо умудриться вязать так, чтобы не запутаться. Потому что это выстрел мозга, когда вот эти много цветов, разноцветия, и эти нитки, они как эти щупальца во все стороны. Тут важно свою какую-то вот найти фишку, как. Вот кто-то показывает, перекладывает клубочки, кто-то наматывает на шпульки, а вот тоже, кстати, наматываю на шпульки. И тут столько вот, столько девчонки идей, вот рассказывает про это дело, как ее вязать. Тут самое главное запастись терпением, запастись вот этой вот, хотелкой такой, что просто хочу, хочу и свяжу. Но, но, почему распускала? Очень важна в этой технике схема. Ох, как она важна! И применительно к этой схеме очень важно подобрать правильной толщины пряжи. У меня толстая пряжа, 100 грамм, 100 метров. Первые два раза я брала схемы, мне безумно понравились, коты там все, там цветочки, домики там вообще так. Ух, мультик прямо! Но, когда я это начала вывязывать, сразу ты не поймешь, пока хотя бы полкартинки не свяжешь. И отвязав, это смотрю, а не то пальто, простите, это не то. Потому что, чем крупнее пряжа, точно так же, как вот в алмазке, в вышивке, в вышивке, чем меньше каунт, тем интереснее вышивка. А? Знаете об этом? Потому что пиксельность, так называемая, в этой толстой пряже, эти две схемы мне категорически не подошли, потому что получились мои коты, вот такие страшные получились, вообще непонятные, что это. Не подошла схема, поэтому порывшись, я нашла вот такие схемы силуэты, которые в крупные пряжи, в крупные нитки, переходы. И то, вот у меня на спиннику, посмотрите, вот у него хвост. Эту ошибку в схеме я сразу не увидела. И увидела я это только, когда уже отвязала. Но, я так посмотрела, подумала, вот это я распускать не буду. Когда мне не нравится принципиально, я распущу все, что угодно. А когда есть вот такая вот, ну, немножечко там кривой хвост, где-то там, ну, что-то там, немножечко там, я не до такой степени вот это вот, вот, чтобы там петелька к петельке, каюсь, я вот, я не люблю сшивать, я не люблю убирать хвосты, я не буду распускать, если там малюсенькая какая-то вот такая. Вот мне вот этот кривой хвост ходить вообще не мешает никак. И я уверена, что сзади, позади, позади идущие люди на этот кривой хвост, ну, совершенно никак не зареагируют. Но это уже детали. То есть вот информации по интарсии столько, что в одном видео, вот таком вот чисто обзорном, все нюансы вспомнить. Вот лично по моим ощущениям, вот нитки путаются, ох, как это все бесит, пока не найдешь свое. Схема, очень важная схема, безумно важная. Многие девочки пишут и говорят о том, что схемы для вышивки категорически не подходят для интарсии. Есть и другие мнения, что вся вышивка подходит для интарсии. Сколько людей, столько мнений. Я беру многие вот вышивки именно вот для этой техники. Мне нравится, я понимаю, что я вот это вот смогу. Но если есть мелкие детали, вот здесь, например, в картинке вот этого кота, который выглядывает из-за двери, там, значит, можно было вывязать сразу по картинке глазки, силуэт вот только кот на спине. А здесь глазки, носик, все это было. Но если я буду ее вывязывать тут же, так же интарсии, тут маленьких, мало, мало. Здесь вот я считаю, что в интарсии, если есть маленькие какие-то моменты смены цвета, то лучше это дело вышить потом поверху. Поэтому вот я тут с этой сморточкой, я подумаю, я подумаю. Ну, это вот, опять же, это все только то, лично мое мнение. Что еще в интарсии бесит? Вот просто это изнанка. Изнанка. Что касается изнанки. Когда много цветов, и эти цвета в рисунке не только прямо, как вот у меня, я же тут, ну, я же тут хитрая, я тут, конечно, схитрила. Я сделала вот этот вот коврик, грубо говоря, на котором сидит такой коврик, просто квадратиками. Почему? Потому что сделать ровный переход цвета по прямой гораздо проще, чем вывязывать там направо, налево, вот уходя. Вот тут вот я же ухожу там туда-сюда, то есть у меня рисунок идет. А здесь эти все квадратики, они идут по прямой. То есть переход цвета несложный, несложный. Да, я лентяйка, а что? Ну, лентяйка я. И поэтому изнанка-то в этом случае, она тоже более такая вот простая, что называется. Здесь вот хвосты-то подобрать вот в этой изнанке, когда она идет вот ровненько, вот она идет изнанка. Вот здесь получается вот этот шовчик, куда я потом вот этот хвостик. В этом случае, в этой пряже, я не просто прячу крючком хвост, я его еще и подшиваю. Почему? Потому что, кто вязал в Максе, знаете, что в Максе она раз, опа, и вся ниточка-то расслоилась. Вот, вот она расслоилась. То есть если я ее просто уберу крючком и оставлю, спрячу эту нитку именно так, она у меня со временем, в стирке, в носке, в ходьбе, этот хвост у меня обязательно вылезет, обязательно вылезет. Если бы там было хвост один, два, три хвостика, я делаю еще проще. Я беру клей текстильный. Это может быть уху. Есть у меня еще уху обычный вот для декоративных работ. Он такой прозрачный. И при работе он получается как силиконовый, такой тверденький. Я им глаза клею показывала часто. И он держит стирку, несмотря на то, что это акриловый клей, казалось бы водорастворимый. Но иногда один, два, три хвостика я могу там не выпендриваться, могу клеем капнуть, что называется, замотать, заслю. Я ведь, что говорят, и все, он будет нормально. Можно было бы эту пряжу еще и завалять. Опять же, если бы хвостов было мало. Ну, извините, вот такое вот количество хвостов. Я ненавижу хвосты. Вот такое вот количество вот этих вот хвостов. У меня терпелки бы не хватило. Ни заклеивать, ни заваливать. Я не один вечер сидела только вот с этими хвостами, чтобы убрать, подобрать. Потому что если вот и то, вот вылез, вот вылез хвост, я его не заметила. Ну, это я подберу. Это мелочи жизни, это после ВТО он вылез. То есть вот такая вот изнанка в антарсии, она важна. Если бы это был свитер закрытый, джемпер закрытый, то есть я его одела, и изнанку мою никто не видит. Никому не покажу моя изнанка. Все, все. Что там у меня внутри? Какие хвосты? Вот никого не волнует. Но здесь же я же буду ходить. Я вот так вот пошла, пошла. Он у меня может быть расстегнутый. И вот это будет видно. Это, конечно, не идеальная изнанка. Ну, естественно. Вот хотелось бы, чтобы она была... Это знаете, как вышивание. Девочки некоторые вышивают так, что у них изнанку можно показывать за деньги. Я, когда вышивала, сейчас уже давно не вышиваю, у меня изнанка была всякая разная. Ну, вот так, вот так бывает. Ну, это я о том, что бесит в антарсии. Изнанка, да. Изнанка, она очень важна. Хочется же носить вещь комфортно. И, естественно, если эта вещь вот такая вот открытая, где это все видно, я буду идти, пола отошла вот так вот, и все посмотрели на вот этот мой вылезший хвост. Ну, в общем, хочется... Я не этот... Не перфекционист. В некоторых моментах, не то, чтобы мне наплевать, в некоторых моментах я себя так... Ну, вот не то, что сойдет и так. Нет, наверное, не такое отношение. Но в некоторых моментах, как это сказать, я не чувствую, что я должна за это вот убиться головой. Но в этом случае вот хочется, чтобы было аккуратно. Хочется, чтобы было, ну, достойно. Что если я вот себя несу, как вот несу, и хочется, чтобы было вот... В антарсе не всегда этого можно добиться. Вот сколько я сидела с этими, с этой вот изнанкой. Ведь я сидела, я старалась, в очках, в лупе. И все равно вот после ВТО вот эти вот... Вот они все-таки вылезли. Ну, ничего, это я подберу. То есть я буду ходить довольная с рабою, я буду ходить. Ну, вот что, что, что еще сказать про это. Весит килограмм, сказала. Семеркой начала, восьмеркой закончила. Такой длинный-то я не думала, что он будет такой длинный. Вытянула специально. Вот, вот пока я хожу, смотрите, девчонки, мальчишки. Вот, пока я хожу и вот этими вот хвостами своими трясу, вот еще один хвостик вылез. Но это нормально. То есть после ВТО даже в обычных свитерах надо проверять, если есть хвосты. Вот. Есть у меня еще одна мысль и идея. Хочу еще кое-что связать, но связать уже тонкой ниткой. И, может быть, когда буду... Сейчас пока вот это вот вязала, я даже... Не было у меня даже мысли поснимать, как я вяжу интарсию, куда я одеваю клубки и как. Потому что мне было надо... Скорей, скорее, скорее связать. Ну, скорее, скорее, скорее. А сколько раз распускала. Ну, вот руки доберутся у меня. Еще до одной идеи. Тогда, конечно, поснимаю, как я вяжу интарсию. Как со схемами, как что. Конечно, это не будет попетельный. И все, упаси меня Бог, попетельный мастер-класс. Некогда, девчонки, мальчишки. Просто некогда. Да и не чувствую я себя прям таким этим... О-о-о! Я вам сниму попетельный мастер-класс. Нет. Я еще очень многого и не умею, и сама учусь. Ну, а на сегодняшний день вот такое мое хулиганство. Конечно, хулиганство. Взрослая тетенька вон что сделала. Катамания. В технике интарсия. Ну, на этом все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok